Мухаммад, Мухаммад, ас-салату и ас-салам. Наш путь – это Сохбет, и в собрании заключено благо. Мы должны любить и уважать всех сподвижников нашего пророка, саляллаху аляхи уа салям. Пророк, саляллаху аляхи уа салям, сказал, «Они – мои сподвижники. За кем бы из них вы не последовали, вы будете на верном пути». Они жертвовали собой ради нашего пророка, саляллаху аляхи уа салям. И ради ислама. С любовью к пророку, для них все было легко. Почему мы это говорим? Потому что мы здесь, аль-хамду-ли-лла, в хорошем месте. Мы сидим на улице комфортно, немного прохладно, а они жертвовали собой ради любви к нему. При сражении хандак, битва урва, они не спали по ночам и охраняли, потому что были в окружении неверующих, мушриков и кафиров. Они не спали и охраняли территорию ночью, чтобы враги не проникли внутрь, в то время, как холод пустыни был ужасным. Это не то, что сейчас нас укрыли теплым покрывалом и нам стало тепло, маша Аллах. На них была только одна тонкая одежда, потому что они были бедны. У них была только одна вещь, и не было никакой еды. Когда вы голодны, вам еще холоднее. И так продолжалось в течение месяца. Это только один пример, который мы можем привести, как они жертвовали собой из-за любви к посланнику. «Саляллаху аляхи уасалям и любви к Аллаху джалла джалаллаху». В наши же дни люди сидят в роскоши и говорят, «Этот сподвижник хороший, а этот плохой». Находясь в комфорте, они высказываются против сахабов. Тот, кто говорит, что какой-то сподвижник плохой, не слушайте его, потому что это опасно. Пророк саляллаху аляхи уасалям проклял тех, кто так говорит о его сподвижниках. Пусть Аллах благословит их всех и оденет нас в одеяние их бараки. Иншаллах. Продолжение следует...